ну вот и подошло время встречи с леоном вайнштейнов здравствуйте леон добрый день и нам есть о чем поговорить вам есть что рассказать давайте попробуем подробно поговорить о том что происходит какая паника царит среди демократов конгресса и не только конгресса и какое безумие творится в комитете в юридическом комитете под руководством джерада недлера вот как бы мы не можем залезть в голову людей понять почему они делают те или иные действия можем видеть только эти действия и когда они начинают противоречить всякой логике начинаешь подозревать что что-то у этих людей не в порядке похоже с нервами может быть чтобы у всех одновременно с головой было не в порядке значит во первых насчет бара есть законы определенные причем законы эти написаны и главный человек как бы который должен охранять и препятствовать нарушению этих законов это как раз бар наш генеральный прокурор и требовать от бара чтобы он нарушал законы а это как бы какое-то полное безумие вот существует определенные правила и как я уже сказал сказать написанные законы связанные с тем каким образом должна действовать те люди которые получили информацию от специального прокурора вот данном случае мюллер на самом деле сделал сказать это отдельный разговор сказать он очень некрасиво себя повел просто некрасиво с моей точки непрофессионально неправильно но тем не менее он произвел дикий отчет в котором были сделаны или не сделаны какие-то выводы вот два года возился для того чтобы сделать выводы и финале сказал сделаю выводы сделать не могу вот это решайте сами кто сами решаете непонятно и передал всю эту информацию там полтора миллиона страниц материалов плюс 400 страниц того что они написали там так сказать все вместе эти 14 там 18 демократов которые пытались поймать трампа передал это тому человеку которого по закону должен был передать значит бару генерального прокурора после этого генеральный прокурор имея имел три возможности возможность номер один это взять и все это опубликовать теоретически практически не мог этого сделать второе это опубликовать значит все что можно было но с по закону сделанными вычеркивания пушки и те вещи просто запрещено публиковать и третье он мог вообще никому ничего не показывать а просто сказать что выводы вот такие и не важно у кого важно что значит министерство юстиции сделала вот такие выводы точек значит бар пошел по максимально прозрачному что называется пути а именно он во первых так все было интересно что что там такое на четырех страницах описал что выводы вот такие после этого он передал во все инстанции те которые должны были проверять что можно что нельзя показывать что есть какие-то вещи которые там нельзя подставлять людей которые только согласились разговаривать потому что им пообещали и покляли что это будет анонимно и их имена не будут обсуждаться есть теории которые там высказаны которые не оправдались выяснилось что это не так но они высказывались эти теории есть так называемый гранд жюри то есть та информация которая обсуждалась в сидер развернутом суде присяжных которые тоже нельзя по закону показывать потому что тогда люди спокойно нормально без того боясь что их потом будут преследовать за это что-то обсуждают и говорят значит бар после того как он сказал публиковал эти четыре страницы прошло две недели очень быстро все то что необходимо было вычеркнуть зачернили и это поместили на во-первых на обозрение всей публики а во-вторых доставили в конгресс теперь после этого бар сказал но значит тем членом конгресса который является то есть синьер то есть так сказать основные представители основные люди в тех комитетах которые в двух комитетах которые занимались как бы анализировали и ждали решения мюллера значит ваши там отсюда там три демократа три республикации отсюда три республикации из достаточного да эти там 12-15 человек могут прийти мы в конгресс привезли взяли комнату поставили там стражу и положили в эту комнату все материалы вы можете зайти в эту комнату и прочесть 99,4 процента того что в этом отчете есть значит а два предложения полностью вычеркнуты и еще в шести предложениях несколько слов вычеркнуты все остальное потому что это просто нельзя никому показывать на всякий случай так сказать имена вылетят потом не поймаешь значит после чего демократы решили устроить ему импичмент за то что он не показывает им и вот эти последние два предложения и еще в шести предложениях вычеркнуты слова и лемена то есть он сделал если он по требованию демократов привезет к ним сто процентов и положит на стол сто процентов отчета то его будут судить и посадят за это потому что это будет означать что он нарушил закон а если он не привезет то значит демократы будут ему импичмент делать в конгрессе замечательно правда вот последняя информация значит во время слушаний ну некоторые республиканцы говорили послушайте если вы хотите докопаться до истины давайте пригласим вызовите повесткой баба налара и задайте ему вопросы и он ответит на ваши вопросы и демократы вроде бы сначала повелись на это они требовали многие выступали по телевидению говорили вот мы его пригласим и тут уж точно и вдруг в последний момент надлер отменил повестку мало потому что на самом деле ничего нового мало рассказать не может а я я кстати вот этой информации не получил последняя информация которая у меня от вчерашнего дня это что президент сказал что он считает что вообще не нужно туда били выйти что не означает приказ на самом деле просто его мнение вот и бар по моему не запрещал мюллеру туда идти хотя я честно говоря просто не знаю вот на вчера вечер это была ситуация что сегодня прошло не знаю но а вот логика говорит значит все что человек хотел сказать он уже сказал на этих четырехстах страницах значит что они пытаются сделать это снова вместо него значит теперь давайте выкинем мюллера и теперь мы как значит вот не назначенный никем специальный прокурор будем сидеть разбираться во всех этих материалах а вось мы сделаем какой-то другой вывод или если даже не сделаем мы найдем там такое количество грязи которое хватит нам на полтора года до выборов вытаскивать по чуть-чуть и рассказывать какие-то гадости абсолютно ну и потом следуя вообще нормальной логике как вы справедливо заметили все что он хотел сказать он уже сказал а те два процента из которые отредактированы мюллер не может говорить об этом по закону потому что если он будет называть какие-то материалы связанные с говорить о чем-то что связано с материалами большого жюри то тем самым нарушит этот же закон 66 и если я не ошибаюсь и таким образом ничего нового они узнать не могут с материалами которые имеют отношение с людьми которые отношения с идущими сейчас расследовать когда три категории что почти все те люди которые сидят в этих комитетах у них юридическое образование то есть если даже они не специалисты в четко конкретно то общие процедуры они совершенно точно знают они сто процентов знают что этого бар сделать не может но в этом-то и суть суть же заключается в следующем а значит бар как бы подписался условно говоря приговор в стане демократов когда он подсказывает на вопрос а что то есть что занималась фбр шпионской деятельностью да он так на секунду задумался очевидно в голове у себя крутил значит какое слово лучше всего подходит и подходит ли слово шпионская деятельность а потом сказал да да с моей точки зрения фбр занималась насколько я так сказать на сегодня знаю шпионской деятельности в этом вопрос ни о кого нет сто процентов занималась но вопрос заключается в том было это сделано законно или это было сделано с нарушением закона то есть незаконно и это то он и хочет сейчас выяснить и вот тут так сказать у очень многих затряслись поджилки как политические так и уголовные кстати поджилки потому что очень похоже но очень похоже я не хочу уподобляться демократам и говорить все я знаю все так сказать все понятно там их там на столбах надо вешать и прочее значит очень похоже что слежка за компанией трампа и возможно за избирательными компаниями и других республиканцев потому что начали уже какие-то выбиваться по этому поводу первые голоса что ребята на самом деле они белый дом то спит настраполил своих не только за трампа да вот что будет вообще полная фантастика то есть не полная фантастика то есть не полная фантастика просто ужас будет то есть после гувера который занимался вот вот этим же самым да по моему не было такого случая по крайней мере мне неизвестно в американской политике чтобы чтобы так нагло даже если у других не вылезали а только к трампу чтобы так на то есть никсоновская история покажется если все это правда такой какой-то мелочью такой какой-то пустячком ну подумаешь там взяли залезли там какие-то жучки пытались поставить да здесь активно там пытались понять информацию получить а здесь пытались активно не допустить одну партию до выигрыша выбора и делала это правительство которым руководила другая партия так вот значит когда бар сказал что да вот грэм написал мне письмо там еще несколько сенаторов написали всякие письма я в этом разбираюсь мне очень серьезно не нравится то что я вот пока что так сказать вижу но я еще не докопался до до сути до начала самого я собираю сейчас команду людей серьезных людей в министерстве которые могут пусть естественно и со всех точек зрения начать перерабатывать эту информацию ведется одновременно 5-6 расследований плюс расследование инспектор дженерал значит как только оно должно в конце мая в начале июня мы не знаем может в конце июля прийти она поступит напрямую сначала к бару потом об этом что-то еще узнаем то есть вот эти люди эта группа которая специально собрана значит будет практически действовать как бесполномочия практически действовать как консул как специальный специальный прокурор вполне возможно потому что на базе того что они выяснят дело будет я не уверен что будет дело специального прокурора достаточно того для этого что называется так сказать просто должностное лицо которое называется прокурор сша каким был свое время Джулиани каким был свое время этот самый из Нью-Джерси какого фото вот Кристи вот значит может быть такому человеку это передадут значит дадут полномочия но судя по тому что мы сегодня знаем там включая эти 30 тысяч уничтоженных имейлов Хиллера разбивание молотком так сказать ее телефонов и тому подобное Асид программа которая чистила ее компьютеры Почему-то демократы не дали ФБР посмотреть на их серверы когда выяснилось что русские хакнули как они говорили русские Мы не знаем до сих пор кстати кто хакнул но ладно будет поверьем что русские Мы так сказать все истории связанные с тем что китайцы вроде бы хакнули А может не только китайцы сервер который стоял у В чулане у Хиллари Клинтон все ее забывания Ладно Клинтон бог с ней уже так сказать вчерашний день да А сегодняшний день это огромное количество людей которые имеют отношение к руководству демократической партии Принимало участие в том чтобы следить Уяснять передавать Клинтон даже Те истории когда СНН передавала Клинтон же вопросы которые Ну поверить я не могу что отдавали председателю демократической партии на тот момент Эту информацию которая так сказать из основных людей которые продвигала Клинтон И ах они по СНН не знали что все то что она увидит станет известно Клинтон же Ну чушь такая да Понятно что это делалось как это делалось и прочее Так вот огромное количество людей еще до того как возникло то понятие что мы называем deep state сейчас да То есть а просто кабал вот эта группа заговорщиков которые кто-то договорился кто-то просто действовал по умолчанию Они все перепуганы до смерти потому что если сейчас бар начнет все это расследовать И кто-то из них начнет колоться а кто-то начнет колоться Потому что если придут сведения и человека вызывают если будет гранд джюри организован или просто вызывают к бару Значит вот в эту группу и говорят ну-ка давай так сказать на тебя есть такой-то такой-то материал ты идешь вниз Но мы не за тобой а мы за всей этой арабой Поэтому так сказать ты утонешь как хочешь Может он быть один а может так сказать не утонуть но зато помочь нам утопить всех остальных Так вот значит что сейчас происходит Понимая что это может начать происходить они сейчас делают все возможное чтобы создать атмосферу при которой Если у бара что-то начнет выскакивать они начинают импичмент и все их газеты которые так сказать с ними вместе Журналы газеты телевидения и тому подобное там 95 процентов того что печатается и выпускается на истории США Совершенно перестанут писать о том что бар находит а начнут все время писать об импичменте Таким образом они надеются water it down как говорят в Америке То есть пересидеть дождь и значит в любой момент когда есть какие-то кошмарные сведения о них Выдавать абсолютно выдуманную какую-нибудь информацию Вот как сейчас они придумывают что-то типа вот там поменяли сейчас как выдают пропуска журналистам Потому что очень много развелось неизвестно кто это такие Так значит из этого Washington Post сделал статью и все начали выть что это ограничивает права прессы Что Трамп и такое начали устраивать интервью и разговоры со всеми И что это из-за Джима Акоста и что Акоста герой что он борется с Трампом Зачем они это делают? Отвлечь внимание от того что у Трампа определенно есть успехи Так вот вы себе представляете если Трампа будут успехи с точки зрения разваливания Вот этого гнезда кошмарного которое у нас создалось еще Клинтонами создавалось А потом Обама и как бы так сказать окучилась еще выстроилась Сколько они начнут придумывать всяких вещей для того чтобы в этот момент выдавать на гора как новости Для того чтобы не дать тем новостям дойти до людей Леон давайте попробуем пообщаться с нашими радиослушателями Добрый день пожалуйста вы в эфире Так наши радиослушатели не дождались 847 400 5200 телефон нашей студии если у вас есть вопросы пожалуйста звоните и задавайте Я наблюдал за этими слушаниями и конгрессмен Хэнк Джонсон из Джорджии Вы помните тот который переживал что если разместить на Гуаме военную базу то он в остров перевернуться может Он заявил об этом однажды остров перевернется Так вот он сказал Дайте мне рычаг Вот он сказал что это наша конституционная правая обязанность осуществлять надзор за участвовать во всем этом мероприятии в слушании и так далее И вообще возможно даже импичмент Ну а как мы можем объявить импичмент если они не дадут нам эти документы То есть у них выскакивает все равно вот это импичмент Хотя Пелоси их пытается так сказать приглушить нельзя об этом вслух говорить Но Пелоси не говорит никогда это мой мой то что я пытался сказать Она говорит не надо не надо не надо это политически Но это если он нас заставит и прочее Они все ждут что будет бар вытаскивать Если бар вытащит что-то опасно они начнут импичмент чтобы отвлечь внимание Ну а я имею ввиду импичмент президенту они все равно вокруг этого пляшут И Пелоси сказала тут она недавно заявила что президент пытается втянуть нас в это Он просто заставляет нас объявить ему импичмент Что он просто он требует чтобы я ему ударил Я не хочу а я буду по этой роже бить кулаком потому что он такой сумасшедший что он требует Давайте все таки примем звонки Добрый день пожалуйста в эфире Добрый день Сережа добрый день Бион В английском языке есть такая фраза И по моему лучшая иллюстрация к этой фразе это то что делают демократы после этого отчета Малера Лучшего иллюстрации у меня нету Но лично я этим очень доволен потому что для избирателей все эти слова Redactions 2% 1% абсолютно ничего не значит и никого не волнует Пока Хантус сказала что из 200 вопросов которые ей задали 3 или 4 касались этого расследования Малера Бетто Рорк сказал примерно то же самое То есть на мой взгляд каждый раз когда они говорят про импичмент Трампу или импичмент Бару Или импичмент какого нибудь помощнику Бара Это они добавляют очки Трампу на предстоящих выборах И на мой взгляд пусть они движутся по этой дороге я не вижу как это может помешать Трампу И если вы думаете по другому я бы с интересом вас послушал До свидания спасибо До свидания спасибо вам Ну смотрите что называется из ваших бы там уст мед пить Я не помню как это точно поговорка Вашими устами да мед пить Да 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 Или ваши слова на богу в уши Да о вот это то что я хотел сказать я помнил про уши Но и помнил про мед Хорошо ну я с вами согласен конечно Но дело в том что на что надеются все таки демократы Что вот это вот они не могли просто сказать Да а ну окей значит он не значит ну хорошо Ладно тогда значит мы были не правы Они обязаны продолжать и говорить это просто не нашли Да и пытаться кстати вы все заметили Что за последние два месяца ни одного раза Слово Россия не было произнесено Ни одного раза Только когда Путин и Трамп разговаривали Вот тогда они так сказать там А он там Не важно что он сказал Важно что он не сказал Кстати он также не сказал о том что на Хиросиме Зацвели вишни да Вот он много чего не сказал Чего должен был общаясь по поводу Венесуэлы говорить Кстати как ты смел залезть к нам Выборы нам подтасовывать Да такой идиотизм Ну не важно Им нужно продолжать Они не могут просто слезть с этой лошади Да конечно правильно Они бьют что называется dead horse То есть так сказать мертвую лошадь погоняют Пытаются ее двигаться дальше Но они то считают что она не умерла Потому что они воспитали десятки миллионов людей В ненависти к Трампу И точно так же как вот ситуация с Путиным Который не может уйти из Крыма Да Потому что его растерзают его собственные националисты Не то что он хочет Да Точно так же и демократы Не могут теперь Слезть и сказать что вообще-то Трамп не виноват Ни в чем Да А потому что они потеряют Ровно половину своих оголтелых Голосующих за них Вот и все Давайте примем звонок следующий Добрый день пожалуйста Добрый день Я хочу задать вопрос Леон Будьте любезны Ответьте Я постараюсь Следовать пословица Кратко Сестра таланта Не выступать Как и ваши остальные А задать конкретные вопросы По конкретным темам А вот как вы считаете А вот последнее время При всем моем колоссальном уважении К Трампу и поддержке У него несколько очень серьезных проколов Первое Это когда он На переговорах с корейцем Один Кимом Он анонсировал что Дил вот-вот уже готов И Все сорвалось в последнюю минуту Второе Когда вот сейчас были переговоры о тарифах с Китаем Трамп анонсировал публично Что вот-вот все готово Буквально через минуту-две подпишем Договор с Китаем Все сорвалось в последнюю минуту Вот Трамп Все время говорит о том Что нам необходима стена А стена до сих пор Не построена Не совсем понятно Что нужно Нужна стена или компания На тему о том Давайте построим стену Кто за, кто против Скажите пожалуйста Последнее Вы уверены Что у Трампа хватит Политического мужества И у верхушки демократической партии Начать Вот эти расследования О которых вы очень интересно Рассказывали только что И которые неизбежно должны закончиться Тюремными приговорами Для верхушки демократической партии Начиная от Клинтона и ниже Будьте любезны Ответьте пожалуйста На мои вопросы Если можно Коротким комментарием Спасибо Да конечно С удовольствием Все вопросы интересные И они Леон Давайте так Вы себе пометьте эти вопросы Чтобы не забыть Потому что вопросов было очень много Да Я все записал Но поскольку у нас подошло время Рекламной паузы Давайте мы сделаем небольшой перерыв Послушаем рекламное объявление Чтобы потом не прерываться на полусловие И буквально через пару минут вернемся И у вас будет возможность Ответить на все Уже договорились Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна И прежде чем вы начнете отвечать На звонок радиослушателей Давайте примем еще один И потом начнем Добрый день пожалуйста Слушаем вас Ну к сожалению Кто-то пытается позвонить Из другого штата Дозвониться И вот дозванивается Но к сожалению Мы не слышим Дело в том Что я сейчас Так Вопросов было четыре А я еще добавил Я пока думал Еще два Для того чтобы Все это развернуть А То это Минут на пятнадцать Поэтому если сейчас будут люди звонить Я бы не хотел Что называется Прерываться посредине И начинать разговаривать Про что-то другое Значит Либо давайте договоримся Что там минут пятнадцать Мы не принимаем звонки А потом Скажите Я закончу И мы будем принимать их опять Либо Либо Скажи Сережа скажи Что мы будем делать Алло Слушаем вас Добрый день Пожалуйста Алло Я могу говорить Да Да Пожалуйста Меня зовут Сергей Я живу В славном штате People Republic of Tax Marks Chuset И У меня Один вопрос Во-первых Большое спасибо вам И Леону За вашу Борьбу За наше святое дело А второе Только что Вы тоже сказали И я слышал По Фоксу Что Придурок Надлер Отменил Интервью С Мюллером И один из членов Этого комитета Сказал Что Надлер Боится Вопросов Которые будут задавать Республиканцы А согласны вы с этим Или нет Спасибо за ответ Спасибо Спасибо Сергей Я прошу прощения Я не понял вопрос Штат Массачусетс Ну То есть Вот то чем я Упоминал Что Надлер Отменил Показания Мюллера И кто-то Из республиканцев Давал очевидное Интервью И сказал Что Надлер Боится Что республиканцы Зададут вопросы Ответы на которые Могут Демократам Не понравиться Ну скорее всего Я тоже считаю Я тоже считаю Что они должны Бояться Этого Меня очень удивило Кстати Желание их вызвать Мюллера Потому что тот же Сами Хэнити Начал кричать О как будет здорово Я составлю список вопросов Передам своим друзьям И тому подобное Ну хорошо Давайте мы Врубимся В ответы На те вопросы Которые нам Задали перед Перерывом Потому что На самом деле Я постараюсь Обрисовать Некую картину С помощью Ответов С помощью Вот этих вопросов Ну давайте Давайте начнем С Северной Кореи Сорвались договоры Они не сорвались Они приостановились Трамп встал Посредине И ушел Чем показал Что В отличии Скажем От Обамы И Керри Которые с Ираном Хотели любой ценой Получить Политический результат Его политический результат И политическая победа Для будущих выборов Не волнует Или даже Нобелевская премия Его волнуют Конкретные результаты То есть Он показал Что он отличается От всех тех людей Которые вели Раньше переговоры С папой И дедушкой Этого самого Маленького садиста Толстенького Вот Значит Что происходит дальше Теперь Садист В состоянии Легкого очумения Потому что Он не привык К тому что Они начинают Пугать Потом обещать Им начинают Давать Деньги Торговлю Что-то еще Китайцы Им подбрасывают Потому что Держат их Как цепную собаку Русские подбрасывают Потому что С их помощью Они тоже Пугают Весь мир Они таким образом Выживают Пришел президент Который сказал Сегодня Никаких игр Больше мы не играем Спасибо большое Я абсолютно Уверен Что Северная Корея Совершенно Не собирается Отказываться От своего Атомного оружия Сказать Они могут Что угодно Да Пообещаем Потом Последний момент А мы не то Имели ввиду Мы имели ввиду Отказаться От зелененького Оружия А от красного Никогда в жизни Вот Или что Это еще Типа Ирана Показали Два места В которых Они делают Это А 24 остальных Не показали И ходить туда Нельзя смотреть Потому что Вообще Это Как Вы не верите Моему честному слову Знаете Когда Петька И Василий Иванович В Лондоне Вернулся Из клуба джентльменов С кучей денег Петька говорит А как Как ты эти ринги получил Говорит Да Мы играли в покер Василий Иванович Ты не умеешь В покер играть Он говорит Да Но когда Первый раз Раздали И кто-то говорит Там у меня Это у меня Это у меня Каре Я говорю Покажи Мне говорят Ты что Мы верим людям на слово Как ты можешь Мы же джентльмены И с этого момента Мне стало так вести Вот Так вот Та же самая ситуация Мы значит С Кореей ведем Переговоры При которых Всегда Корея Под обещание Получала Материальные ценности Сейчас им сказали Нет Это вы не получите Что Корея начала делать Стрелять Но стрелять Смотрите Не через Японию Не взрывать Атомное что-то Они начали стрелять Что-то Что им разрешено Стрелять По договоренности Между Трампом И Теперь Что они будут делать Дальше У них есть Две возможности Первая Это Ничего Ничего означает Продолжать Стрелять В море Своими ракетами Второй вариант Это Делать что-то Что раздразит Международное сообщество Что это может быть Ракета посланная Три раза Через Японию А потом Один раз Упавшая На Японию На какое-то Не очень важное Место Что не послужит Наверное Началом Третьей мировой войны Но Заставит Задрожать Японцев И южнокорейцев Что он Этот козел Может выпустить Потом на атомный Реактор Который стоит В Японии И что-то И взорвать Я не думаю Что Блокада Сразу же после этого Корейского полуострова На руку Киму Я думаю Что они будут продолжать Просто пытаться Огрызаться И тому подобное Русские будут пытаться Построить Может быть Этот мост Который они собираются Сделать Для чего? Для того Чтобы не позволить Полностью Составить Блокаду Устроить Северной Кореи Мы будем арестовывать Будем арестовывать Их корабли Которые идут туда Идут сюда С их углем Или с нефтью К ним Если будем ловить Будем фотографировать Со спутников Что русские делают Будем это показывать И т.д. То есть мы Будем делать Все возможное Для того Чтобы держать его В состоянии При котором Они не вошли бы В клинч Нам сейчас Наплевать на все Нажим на кнопку Сами взорвемся Вас взорвем Вот А все время надеялись На то Что есть все-таки Хороший парень Значит Трамп Он правда делает Все такие плохие дела Ну что делать Ну парень-то он хороший И мы с ним Можем договориться До чего-то Я думаю Что с удовольствием Мы дадим Остров Киму На который Мы его поселим Построим дворец И будем охранять Нашими эсминцами Вот Но Они не собираются Разоружаться Мы не собираемся Останавливаться В наших делах Но мы не будем делать Ни каких резких движений Я не думаю Что это был какой-то Трамп все время говорил Может получится Может нет Вроде подписали Уже вроде договорились Первый раз Когда мы разговаривали Он сказал Что он будет Полностью разоружаться А второй раз Когда мы разговаривали Мы выяснили Что он имеет Что-то совершенно другое Я не уверен в этом Теперь переходим Плавно к Китаю Зачем Мы вообще Все это задумывали Мы что Хотим тарифы вводить Мы что Сумасшедшие Мы хотим У нас половина Этих денег Которые мы тратим С китайцами Это Части Оборудования Которые мы Производим Соединенных Штатов Америки С помощью Их частей А потом продаем То есть мы сами Себе начинаем Удорожать Наши Наши изделия То есть это Абсолютные обредятели Не хотим мы Этих тарифов Что бы там Трамп не писал Естественно Что он пишет Что он хочет тарифов Он хочет создать У Китая Ощущение Что он может Держаться Сколько угодно Тем более Что он хочет Эти тарифы А для них Это ужасно И ужасно Это вот почему Понятно Что первое время Все будут покупать И просто жители страны И производители Просто будут покупать Их товары Теперь там Ну там скажем так У нас было На 200 миллиардов 10 процентов тарифов А на 50 миллиардов 25 процентов тарифов Сейчас Трамп ввел На 250 миллиардов 25 процентов тарифов И грозится Что он на все остальные Тоже введет Значит он представил себе Ввел так сказать И биржа Ни в Гонконге Ни в Токио Ни в Шанхае Даже не дернулась Просто даже не дернулась А знаете почему Да никто не верит Что Китай Будет Знаете Вот до пошления момента Мы будем говорить Что мы плевали Да говорят китайцы Плевали А в самые пошления момента Взяли и сказали Ну хорошо ладно Вот Может это произойдет За день до тарифов Может через месяц После тарифов Ну естественно Что они чухнутся Мы самый большой их рынок И если начнет Медленно идти товарозамещение Вьетнамцы Малайзийцы Украинцы Начнут поставлять нам товары Которые поставляет На сегодняшний день Китай Потому что Будет невыгодно покупать У Китая Будет выгодно покупать У них Начнут наращивать Мощности и прочее Если Китай потеряет Даже Седьмую часть Того рынка Который он сегодня Имеет с нами Вы себе представляете Какой это дикий удар По китайским производителям И как они Не очень будут любить Этого козла Из коммунистической партии Который Понимаешь Сел там На самое главное место Царьку Вот с бонзами Со своими А сейчас мешает им Производить Значит Да Они не имеют Производители Не имеют как бы Слово в политических делах Очень даже имеют Чиновники Кушают от них Чиновники будут Бояться с одной стороны Свою коммунистическую партию С другой стороны Они знают Кто их настоящий хозяин Так что это всем Очень не понравится Я не думаю Что там очень долго Все хорошо продержится Если год Будет продолжаться С этими тарифами Да Мы будем страдать Да Да Мы будем платить Там на 4-5-7% Больше За те продукты Которые Так сказать Ввозятся из Китая Почему там Не до 25% Потому что Таможня Это только часть Так сказать Расходов На эти продукты Вот А что у Китая Будет жуткая проблема Огромная проблема Потому что Мы начнем Уже сейчас Начали искать Точно так же Как вместо Ирана Мы уже быстро Нашли Как поставлять Нефть Японии И Южной Корее Уговорив Саудовскую Аравию И Эмираты Заместить Иранскую Нефть Точно так же Уйдут сейчас Переговоры О том Как заместить Те продукты Которые сегодня Поставляются Из Китая Я не вижу Никакой Опять Это очень плохо Тарифы Но я не вижу Никакой Проблемы И никакого Другого выхода Для Китая Кроме как сдаться Вот Тем более Что почему Мы это делаем Мы делаем это По одной Очень простой причине Они воруют Нагло Воруют Нашу интеллектуальную Собственность И делают на этом По разным подсчетам От 500 до 600 Миллиардов долларов Ежегодно Но украдены У нас Значит Изобретения И тому подобное В которые мы Вкладываем Огромные деньги Они потом Продают по всему миру Еще и нам Теперь Насчет Я поменяю Был вопрос Значит про Стену А потом про Политическое мужество И расследование Я поменяю Местами эти вопросы Потому что Логические Одного Следуют из другого Значит Хватит ли У Трампа Яиц Да хватит Хватит ли У Бары Яиц Да хватит Хватит ли У Джулиани Яиц Который Основной Сегодня советчик В этом смысле Трампа Да хватит Вопрос такой Хватит ли У республиканцев Есть определенная Группа Республиканцев Которые Очень замешаны Как мы понимаем В том Что сегодня Называется Дип стейт А именно В той коррупции Которая существует В Вашингтоне И вокруг него Они будут Они сопротивлялись Трампу И блин Лучше Чтобы пришел Демократ Ну свой Чем республиканец Но чужой Чужой Это который Не участвовал В их сделках Они просто ходили К нему Спротянувшую руку И дали денег Он давал И тем И другим Чтобы Себе Потом Когда нужно было Звонить И говорить А мне нужно Вот такое разрешение Чтобы разрешение Приходило быстро Все понимают Как Я надеюсь Как эта система Работает То есть он Внешне Он участвовал В этом Но он Вне участвовал Он Он деньги не распределял Он не устраивал Твоего сына на работу За то Что ты мне сделаешь Вот это Проголосуешь за то А я тебе Вот эти деньги Дам Ты поедешь На чемпионат мира По футболу Во всем этом Не участвовал Они участвовали И поэтому У них поджилки трясутся Потому что Они понимают Что когда Их демократические Друзья начнут тонуть Если начнут тонуть То они что Легко Будут называться И их фамилии тоже Вы представляете Какая бойня Будет Если вся эта грязь Начнет выплывать наружу Хватит ли у тех Кто Скажем У фридом У фридом кокус В гражданского мужества Хватит Знаете почему Потому что Народ При первых же сигналах Озвереет И будет требовать крови Не просто расследование А крови И поэтому Те кто пойдет Это как Ти партии Когда на гребне Ти партии Которая крови не требовала Просто требовали Меньше налогов Сколько Попало В местные Самоуправления В Сенат И Конгресс Людей Включая Того же Любимого Удной Этого самого Рэда Пола И т.д На этом Столько народу Политики Столько новых Лиц Войдут В 20-м году Совершенно Неожиданных Новых лиц Войдут В Конгресс Руководства В Конгрессы И Ассамблеи Своих штатов Теперь Насчет Политического Можества И т.д Я уверен Что как только Пойдет грязь То руководство Демпартии Через Ходоков Пойдет к Трампу Или к его людям Говорит Ребята Как сделать так Чтобы эта грязь Не вылилась Что вы хотите И вот тогда Будет построена Стена А Стену построить Президент Не может У него нет денег Я бы тоже С удовольствием Построил стену Но у меня На эту стену Нет денег И у вас Я думаю Не хватит денег На эту стену Нету У президента Президент уже Предлагал Давайте строить Стену Это хорошо Америке Давайте за это Я не 800 тысяч Там ваших Этих самых Называйте их Дримерами То есть Детей Которые непонятно Почему называются Дримерами Сновидящие Привезли их Сюда Маленькими Детьми Вы не хотите Чтобы вы выгоняли Вы тоже Не хотите Выгонять Вы хотите Чтобы мы им Дали какие-то документы Не 800 Миллион 800 Дадим документы Все что угодно Только давайте Строить стену Потому что у нас Кризис Вот стена Будет построена Потому что Если вы заметили То у нас Уже месяц Никто В Департии Не говорит Что кризиса нет Они придумали Его немножко Другое название Мы называем Это гуманитарный Кризис Да племать Как он называется Это кризис Мол не иммиграционный Кризис А гуманитарный Так выход Из него должен быть Должен быть И вот Политического Мужества Хватит У республиканцев У тех Которых Сегодня Оно есть Потому что Участия его Нет Не было Они анти Трамп Невер Трамповцы И тому подобное Значит Но Подозреваю Что может быть Сядут Не сядут Я подозреваю Что Может быть Многие Не сядут Потому что Они предложат Какой-то компромисс Давайте Вы нас Не сажайте А мы за это Вам Вот это И вот это Ну Тогда Трамп Что называется Усаживается Через Того же Джулиани Или через Того же Своего Сан-энло И Начнет вести Переговоры О том Чего мы хотим Чего вы хотите И Нравится это Нам с вами Или не нравится Но кого-то Не посадят За то Что всей стране Будет лучше Вот Теперь Еще два Наполнительных Вопроса Иран И Венесуэла Потому что Они должны были Присутствовать Сережа Ничего Нормально Или уже Звонки есть Ну Как раз В этот момент Звонки остановились Поэтому давай Ну хорошо Теперь Принимай Ну давайте Тогда Принимем Звонок Пока Вы Не Начали Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Вашим Ильюн Несколько Дней Назад Я слушала Раф Шалимп К сожалению Не с самого начала Как он начал Это рассказывать Если я правильно Запомнила Имя Томас Фридман Призывает Новотрамперов Выставить Кандидатуру На Следующих Выборах Президента Как бы От независимого Ну Типа Ромни Человек Не должен Стремиться К выигрышу Главное Оттянуть Голоса От Трампа И обеспечить Выигрыш Демократам И Ну Рашлимпа Как бы Рассуждал Получится Это или нет Я пришла Просто в ужас Если это случится Значит мы потеряем Трампа И это будет Ну как говорится Конец Америки Вот Как вы считаете Ваше мнение Получится у них это Или нет Спасибо большое Нет Я не считаю Что это получится Я слышал Так сказать О Фридмане И тому подобное Я не думаю Что получится Потому что Невертрантовцы В основном Ведь Не избиратели А власть И в основном Потому что С их точки зрения Трамп Наступил Им на всякие Мозоли Как только Человек Начинает Агитировать За кого-то Кто будет Выступать Не для выборов А для того Чтобы остановить Трампа То этот человек Просто умер На всю оставшуюся жизнь В своей партии Больше Больше Никто Никуда Никуда Не выберет Он может Уходить На пенсию Может быть Кто-то На пенсии Будет Это делать Я не знаю Нет Я не считаю Что это Серьезно Вот С демократической Стороны Там есть Серьезный Человек Шульц Который Вполне возможно Оттянет Какое-то количество Голосов От демократов И какое-то Количество От Республиканцев Потому что Вот он Как раз Квинтэссенция Того Пониманием Рынка С умением Командовать Большой Корпорацией Мягкие В разговоре Дипломатичные И тому подобное Мне он Лично Неприятен Не физически А его Так сказать Всякие фокусы Которые он Проделал Когда был В Старбаксе Хозяин Руководителем Но Вот он Как раз Вот тот человек Который Может оттянут Он больше оттянет От демократов Чем от республиканцев Давайте Примем Следующий звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Ну во первых Спасибо за Просто блестящий анализ А во вторых У меня вопрос такой Не кажется ли вам Что вот Все эти скандалы Которые делают Демократы И как бы Как они Пытаются Вот Отстранить Президента К власти Они влияют На На Успех Трампа На внешнем фронте На В Международных Этих делах В международных Договорах То есть Может быть Это имеет ввиду Тоже Демократы Для того Чтобы Как бы У него не было Столько успехов Спасибо Да Я понял Конечно Ну Ответ Простой ответ Конечно влияет Думают ли они Об этом Нет Они об этом Вряд ли думают Это не является Их целью Это что называется По-английски By-product То есть Откоды этого Что они делают Это они пытаются Создать ему Максимально Трудности И максимально Затормозить Его движение А чем пользуются Наши враги Это Скажем сказать Керри Вот четыре раза Общался с премьер-министром Ирана Насколько мы знаем Может чаще И насколько до нас Нашли сведения Говорил ему Не нервничай Все будет нормально Пересидите Трампа уберут Там либо импичмент Либо переизберут Тому подобное Не дергайтесь Соберитесь Ждите То есть он Нашему врагу Который Продолжает Финансировать Огромное количество Террористической Организации По миру Он Врагу Правительству Которое Приказывало Убивать Американцев Он советует Им Переждать Потому что Он гарантирует Что Трампа Не переизберут И Трампа Импич И вообще Тому подобное То есть Естественно Эти люди Приносят Какую-то Вот ноту В голову Иранцев Черт Я бы сдался Может действительно Лучше подождать Еще год Выдержать Как угодно А там Будет Все Значительно Лучше Так что То же самое Происходит С корейцами То же самое Происходит С китайцами Естественно Чем хуже Положение У Трампа Если у Трампа Упадет популярность До 30% Он вообще Ни одного Договора Подписать Не сможет Ни с кем Да Спасибо Да-да А Я думал Что что-то Вырубилось Нет Ничего Просто Я Пытался Вникнуть В то Что сказали И По поводу Венесуэлы И еще Чего-то Вы хотели Добавить У нас осталось Буквально Три минуты Может быть Хорошо Значит Венесуэла Значит Можно сказать Тоже Что Вот Дипломатия Там Дипломатия Трампа Не сработала Там Помпео Или что-то еще Потому что Помпео Через каких-то Мы не знаем Кого Через каких-то Посредников Это посредники Американские Или кто-то еще Договорился С Мадуро О том Что Мадуро Садится на самолет Это было две недели Того назад И улетает На Кубу А потом Мадуро Пообщался Значит С Путиным Или с русскими И что-то еще И с какими-то Кубинцами Со своей армией Понял Что не так Страшен Черт Для него Как Что называется Ему намалевали Эту картину Решил остаться И мол Это провал Политики Американской Ребята Ну не может идти Все время Успех Значит В любом бизнес-деле Каком угодно Ты идешь Через пробы Через ошибки Тем более Что В данном конкретном Случа Очень много Игроков на поле Которые Каждый пытается Свою принести Скажем Свой интерес Протолкнуть Ты не всегда Точно оцениваешь Влияние Того или другого Не всегда Очень часто Те говорят Да А через какое-то время Ты узнаешь Что на самом деле Это не было Да И тому подобное Значит Мы давим На Венесуэлу Мы не хотим Посылать туда солдат Мы не хотим Вводить туда Наши войска Хотя честно говоря После ввода Туда 25 тысяч кубинцев Неизвестного количества Солдат С Нигар-Гуай Как минимум Батальона Из России Спецназовского Вот А то и больше Уже Так сказать Что называется Там уже есть Вход туда Иностранных сил Которые Возможно Можно считать Говорить Что захватили там Власть Или по крайней мере Контролируют Мадуро Мы не знаем Может быть Под арестом Довольно давно Уже Под российским Так вот Было бы оправдано Сказать Ах так И что называется Вводить туда Я не специалист В международном праве Значит Внимание Австрии Если там происходит Геноцид Если нам не дают Даже туда завести Еду и медикаменты То люди Вымирают Люди ходят По бочкам Собирают Объедки Для того Дежурят В ресторанах Дерутся За эти Выносимые Какие-то Объедки Из ресторанов И тому подобное Причем Это не бомжи Какие-то Это интеллигенция Это средний класс То Может быть Это действительно Геноцид И надо Останавливать Это Какими-то Способами Я не знаю Создания коалиции Или чего-то еще Может он Должен вмешаться Нету Провала Нашей политики Есть Продолжение Нашей политики Которую Вы можете увидеть Одну Очень четкую И в Корее И в Китае И в Венесуэле И в Иране Политика Очень простая Господа Давайте играть По-честному Если мы будем Играть по-честному Если мы не будем Нарушать договоренности Которые есть Скажем В той же самой ООН И между нашими Государствами То мы будем Вас наказывать Потому что Вы совершаете Преступление Против Наших Взаимоотношений Вот и все Вот и все Что происходит И политика Это И слава богу Трамп Сумел Довести Нашу экономику Вывести На такой уровень Что мы можем Себе позволить Сегодня Терять что-то И получать Какие-то экономические Проблемы Потому что Мы сейчас На гребне И мы все время Идем вверх Представляете Если бы мы сейчас Были в ужасном Плохом состоянии Экономическом Мы бы только Экали-мэкали И заискивали Перед Китаем А так По крайней мере Потрясающий момент Совпавший С потрясающим Президентом На этом я закончил Спасибо огромное Леон До встречи В следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok